С чего я начал свой доклад, и причем я в нашей конвериции, в том, что все-таки, ну как, реставрация близка к кризису, буквально. Об этом сейчас говорилось тоже. Получается, что все мы личности, у каждого из нас собственный интерес, и я бы не сказал, что он действует только, так сказать, необходимости получения денег. На самом деле, в судах, вот, и в церковых докладах у молодых ученых, и мастерных ученых, чувствуется, что все это, то, что делалось, все продумано. Все продумано, стало исключительно своим. Но вследствие этого, вследствие того, что у нас каждый собственный интерес, у нас сложение интересов в единую, какую-то направленную движение в науке кристаллизации, оно всегда слабо, всегда занимает. Я знаю, как из этого быть. Мне кажется, что первая проблема, которая стоит перед сообществом ученых, которые занимаются кристаллизацией, это объединение. А как это сделать? Как сочетать эти интересы? Непонятно, потому что никто из нас, мы все достаточно развитые, никто из нас не признает какой-то главу, которая мог бы свое мнение индивидуальное диктовать. Этого никто не признает. Значит, у нас потребность совместных усилий как-то должна исходить из нашего образа мысли. Вот это... А ведь кристаллизация... Мне кажется, что мы все в недостаточной мере понимаем, что кристаллизация – чрезвычайно сложный процесс. Это множество явлений, которые невозможно трактовать, не обращаясь к муникулярному уровню. Невозможно. И все трактовки, которые были сделаны на уровне героскопическом и мезоскопическом, так сказать, все они гипотетичны. И сейчас все больше и больше мы убеждаемся в том, что все крупные, так сказать, теории, там, дамовские и так далее, которые есть, все это так далеко от реального положения, от реальной сложности явлений. Очень далеко. Ну, как это сделать? Мне кажется, что вот можно это сделать, только разработав некие каноны. Каноны проведения экспериментов кристаллизации. Они вырабатываются, они вырабатываются стихийно, конечно. Но их пока нет. Вот если познакомиться в детальном смысле, с большинством публикаций, то ясно, что та тема, которая разрабатывается в работе, она, автор даже не заботится о том, чтобы встроить ее в общую картину. В общую картину Юлии. И вот сейчас прозначало здесь, что действительно, так сказать, мы часто используем нано, да, наносистемы, нано-кристаллизации, нано-технологии. Но на самом деле кристаллизация – это единственная область знаний, которая действительно посвящена наномиру. Потому что сейчас технология, лаборатории – все вышли на большие скорости, на большие пересыщения. Уже то, что происходит при малых пересыщениях – это классика. Там все действует, действительно, динамика недостаточно для описания. Мы вышли на большие скорости. Производство на большие скорости агрономии. Там, где большие пересыщения, большие скорости процесса, там первоначально выделяется нано-вещество. Вещество в больших количествах – это и есть именно наномиру. Когда другой способ получения наномиру – это диспергирование. Никогда не получается настоящих нано-частиц при диспергировании. Меньше 1 десяток микронов – это дикая затрата энергии. И вообще познавательно интересно, технологически абсолютно неинтересно. Только через фазы образования, только конденсационные маршруты. определяют технологические аспекты наносостояния. Только это наше. Это наше. А физики там, я уж не знаю, математики, берут на себя смелость заявлять какие-то гипотезы, выдвигать о том, как наносостояние, как нано-вещество построено. Они не имеют вообще-то в принципе морального права. Они вынуждены делать это. Потому что мы не можем сейчас дать полную картину развитию нано-вещества. Вот смотрите, сколько было споров вокруг проявления зарождения. Конечно, проявления зарождения – это изюмин. Там закладывается число частиц, их структура, пульморфные модификации, все там закладываются. Нам надо пластерировать. Вот первая проблема. Проблема кластера образования, конечно. Первая проблема. Но она не может быть решена так, как сейчас пытается решить. Мы тематически моделируем. Ну, мы здесь много спорили в галуарах, какие-то ограничения были в тех расчетах, которые делались на сердце, на сердце и, например, в галуарах, в галуарах, в галуарах, в галуарах, множество ограничений. Часто не признаваемые самими авторами этих расчетов. Но они есть. Множество ограничений. А нужно-то экспериментальные законы образования кластеров. Экспериментальные законы образования ассоциаций пересыщенных стрелков. Чрезвычайно трудные задачи. Пересыщенное стрелание устойчиво попробовать там за интервалы времени с измеримыми действительно с наносекундами, да, все это зафиксировать, зарегистрировать невозможно, казалось бы, да, но нужно. Нужно. Вот на этом, наверное, надо сосредоточиться. Как? Ну, как подойти? Используя, ну, и, как мы говорим, орфологическую память. Вот все образовалось и начинает разрастаться. Но как оно разрастается зависит от того, как образовалось. И если мы хорошо диагностировали то, что появилось, то, что можно выделить из системы, то тогда можно с помощью моделей, конечно, восстановить, как это развивалось и получить информацию. Вот мне кажется, что сейчас вторая задача, которая стоит, это переход в нашу сознание к эволюционному подходу к появлению фазы. Кристаллизация это пример эволюции дёрного вещества. Вообще, пример эволюции упорядоченных систем, если хотите. Если мы, так сказать, выделили какую-то фазу, и там есть функция расположения. Все почти приводили функцию распределения. и все говорили, в основном, и все в основном говорили, ну, это по гауссу считали, там, было бы нормально. Но это же неправильно. Эта функция сформировалась в предварительном процессе. Её вид определяется тем, как развивался, развивается генетика. И разве можно, пренебрегая этим огромным, огромной информацией, которая находится в этой функции, говорить о том, что да, это чисто формализм, это пренебрежение к системам, которые мы изучаем. Вот, мне кажется, что мы должны все совершенно четко отказаться от каких-то постулатов по поводу функции распределения. Её надо мерить, потому что единственная характеристика дисперсной системы, единственная полная характеристика дисперсной системы, это функция распределения кристаллов, частиц по состоянию. В общем, состояние не только размер, состояние и внутренней структуры, и состав, они не равновесны всегда. Структура, состав, размер, масса, и вот, что характеристично. И это функция. Значит, вот если мы не даём характеристику, то нет, значит, твёрдая фаса, которую мы изучали, плохо охарактеризована. Плохо. Но мало того, что дать функцию, нужно дать её количественное описание, потому что, если это, так сказать, есть точные формулы для того, чтобы предсказать, как развивался процесс, если сделать предположение, например, то, что скорость роста, скажем, линейно-зависное пересечение, тогда можно по виду функций определить момент зарождения каждого кристалла, момент зарождения, а сумму получать космонатератметр, а получать скорость до веры.